Давление повышено. Скажите, вы давно измеряли свое кровяное давление? Вот-вот, и я тоже. А вчера померил и удивился. Давление повышено, 150 на 110. А ведь вроде совсем недавно, несколько лет назад, все было нормально. Что же делать? Теперь у меня появилась новая задача, понизить давление. Сначала возьмемся за литературу. Там много чего написано. Оказывается, гипертонией страдают процентов 40-50 населения в экономически развитых странах. Болезнь постепенно поражает сосуды мозга, сердца, почек, глазного дна. И, наконец, самое интересное, цитирую. Без систематического лечения артериальная гипертензия может привести к инфаркту миокарда, инсульту, нефросклерозу. Вот такие у нас гипертоника в перспективе. Рассмотрим причины, по которым наше давление повышено. При нервных переживаниях и стрессе, сердце начинает биться чаще и повышает разовый объем выброса. Естественно, давление повышено. Повышается так называемое систолическое или верхнее давление. Бедный организм напрягает сосуды, чтобы они не порвались. При повышении тонуса симпатической нервной системы, артерии сужаются, сжимаются, что опять-таки ведет к тому, что ваше давление повышено. На этот раз в основном диастолическое, то есть нижнее. А если вы покушали солененького, тут вступает действие почки. Они стараются вывести лишнюю соль из организма, а для этого нужно усилить кровоток через почки. Но чтобы быстрее закончить с этим делом. А как усилить кровоток? Приходится почкам вырабатывать необходимые ферменты, которые сужают сосуды, и у вас опять давление повышено. Профилактика гипертонии. Чтобы понизить давление, устраните факторы, которые его повышают. А. Будьте спокойнее, товарищи, избегайте стрессов. Б. Занимайтесь спортом, чтобы понизить давление. Как говорил мой знакомый, начинаю бегать труссой, через месяц все проходит, чувствую себя хорошо. Забываю бегать, через месяц опять давление повышено. В. Больше соли, давление повышено. Меньше соли, давление понижено. Выберите оптимальный вариант, чтобы есть было не противно и почки зря не нагружать. Г. Курение проясняет мозги. За счет чего? Никотин, как и некоторые другие вещества, возбуждает симпатическую нервную систему. Сосуды сужаются. Свежая кровь под давлением идет к голове. Мысли становятся ясными и четкими на некоторое время. При этом давление повышено или понижено? Не буду писать, догадайтесь сами. И сделайте выводы. Вывод 2. Теперь, чтобы понизить давление, надо бы вести более здоровый образ жизни. Совсем было хотел покупать гипотензивное средство, но решил посмотреть побочные действия и противопоказания. На каждое лекарство имеется такая бумажечка, прочитайте внимательно. Ужас, лучше бы я туда не смотрел. Умрешь, так хоть не будешь знать от чего. Даже ангипал может вызвать тошноту, запоры, уменьшает количество лейкоцитов и вызывает аллергические реакции. Папаверин не только понизит давление, но заодно понизит сердечный выброс, вызовет тошноту, аллергические реакции. Папазол вызовет запоры, повышенную потливость, возможно нарушение сердечного ритма. Анапрелин вызывает снижение потенции и облысение, аллопецию и т.д. Так что перед нами стоит задача и давление понизить, и побочных эффектов избежать. Справимся? На помощь приходит физиотерапия. Есть такие физиотерапевтические аппараты, которые предназначены для понижения давления. Они вырабатывают электрические импульсы, чтобы заставить наш организм работать так, чтобы понизить давление самостоятельно. Повторю еще раз, этот аппарат не сам понижает давление, он настраивает ваш организм так, чтобы ваши собственные нервы давали правильные сигналы, такие как у здорового человека. А раз нервные импульсы правильные и давление нормальное. Подробнее можно прочитать на сайте cardiomedicnew.com. Аппарат называется диаденс кардио, и побочных действий никаких. Заодно подписывайтесь на канал Medical Advice, и следующее видео попадет к вам без задержки.